В Заполярье открыли сезон любителей сплава. На Кице состоялся открытый чемпионат по водному туризму. Увлекательное зрелище плюс хорошая погода. В итоге на берегу Порожистой реки разбили палаточный городок сотни болельщиков и рафтеров. Любопытно, что организаторы чемпионата не любят использовать слово «рафтинг». Рафтинг – это спокойный спуск по реке в большой шлюпке. А здесь терминология вполне спортивная. Дистанции сродни горнолыжным. Реки выбираются с порогами, такие как кица. Да и старшее поколение не жалует иностранное словечко. Они не рафтеры, они туристы. У нас команда вообще классная. Видите? Бородатые старые за 50 лет всем. Во время прохождения дистанции с лавом большой соблазн пододвинуть вешку веслом. Но здесь все по-честному. Попал в ворота – молодец. Не прошел испытания – получи штрафные баллы. В 85-е годы в этот момент появилась группа людей, которых сейчас вот эти орлы и прилетают сюда на эти соревнования, чтобы пообщаться, посмотреть. В общем, мы тут одна из самых молодых команд. Если даже мы сегодня не победили, то у нас все впереди. В полной экипировке все спортсмены выглядят здоровяками. Но, как выяснилось, на реке сегодня есть и женщины. Швея. В туризме я уже больше 20 лет, а водным спортом, наверное, более плотно года три. Никто заразил этим увлечением. Ну, просто силы рюкзака таскать в горы уже нет, а тут вроде как полегче водой несет. Сплав притягивает к себе людей разных профессий. И кандидатов наук, инженеров и бартов. Пока спортсмены покоряют кицу, на берегу шумит палаточный городок. Всегда со мной моя гитара. Свидетель красного и победа. Фотографы спешат поймать уникальные кадры. Отдыхающие солнечные лучи. А новички каждую минуту посвятить тренировкам. Вообще, я менеджер. Я приехала в прошлом году сюда в гости к сестре. Случайно попала на такую тренировку. Мне понравилось. Я приехала сюда. Теперь занимаюсь этим. В этом году, как ни странно, приезжих спортсменов было мало. Говорят, что ехали на север, прихватив с собой пару спальников и теплых курток. А приехали на курорт. Нам все очень нравится. Мы очень довольны. А вот ребенок с веслом. Это ваш ребенок? Да, это дети наши. То есть, это вот возрастает поколение. То есть, вот с нами ходят, катаются на катамаранах. И надеемся, что в будущем они нас заменят. Ближе к вечеру подошли к самой последней и, как оказалось, увлекательной дистанции. Спасательной. Экипаж должен был перевернуть двухместный катамаран и как можно быстрее выбраться на берег. Кому сложнее? Тем, кто барахтается в воде или тем, кто с берега бросает товарища морковку? Неизвестно. Спас конец. Называется так. В простонародье называется морковка. Шнур плетеный. Плавающий, нетонущий. И контейнер, куда он упаковывается. Чтобы при заброске, при кидании докинуть. Метров 10-15 точно пролетает. Перевернуть катамаран. Не растеряться, когда попал в воду, ударился, не знаю, там, чем-нибудь. Главное, не растеряться и сообразить, что как чего и спастись. Но на этот раз кавдазирским зорам в общекомандном зачете досталось второе почетное место. А победил шестой номер команды «Мурманская ТЭЦ». В Ронзу увезли с собой мочегорцы из команды «Сариола». Главное, чтобы воля была к победе, да, как у Высоцкого. Наверное, это правда.